МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эксперты уверены, трактор достойно бьется с лидером Восточной конференции. Основные проблемы челябинцев при игре в неравных составах. Те люди, кто играл в большинстве у трактора, их сейчас практически нет. Кто забивал, тот же Шихура. Вот в чем вопрос. Исполнители нужны. Счет в серии между трактором и автомобилистом 2-0 в пользу команды из Екатеринбурга. Противостояние продолжится 2 и 4 марта на домашнем льду. В плей-офф Кубка Гагарина соперничество идет до 4 побед. А лучшие тайбоксеры года уже получают поздравления за успешное выступление в соревнованиях за 2018 год. Челябинская дюймовочка Вера Негодина стала чемпионкой России и добыла мировую бронзу. В конце марта ученица Виктора Самсонова выступит на чемпионате страны в Перми, отборочном на чемпионат планеты в Таиланде. Каждый год у нас одна и та же цель. Мы хотим стать чемпионами мира и, конечно же, стремимся к этому. А у Владислава Скорикова, который 22 января стал отцом, также большие планы войти в состав сборной России и стать чемпионом мира. Успешно выступить в профессиональных турнирах. Благодарен своей супруге за это, Александре. Благодарен, что у меня такой замечательный ребенок родился. Мы забыла ее назвали. Я буду все свои победы посвящать. И хочу, чтобы они были счастливы, радовались. У меня это большая мотивация. Всего областной федерации тайского бокса за высокие спортивные достижения в международных, российских и областных стартах были отмечены дипломами и премиями 17 спортсменов Челябинска и Магнитогорска. Это проходит второй раз. Но мы надеемся, что это будет ежегодная церемония. Но ребятам приятно, отмечаем заслуги. Среди почетных гостей присутствовал и знаменитый воспитанник Челябинской школы тайбокса Хаял Джаниев. В настоящее время он тренируется в Москве и в Таиланде. И готовится к новым профессиональным боям. Один из них, возможно, состоится в декабре в Челябинске. Я уже давным-давно не боксировал. Последний раз в феврале 17-го года, получается. И уже соскучился по арене «Трактор». Хотел бы провести бой здесь, в Челябинске, дома. И к другим темам. Она пережила кровоизлияние в мозг, трепанацию черепа и сложнейшую операцию. Научилась заново ходить и говорить. А позже стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу. Что помогло Челябинке? Мастеру спорта международного класса. Сначала выжить, а затем жить и дышать полной грудью. Об этом наш следующий материал. Когда Елена Шелепова почувствовала резкую сильную боль в затылке, дома был лишь 14-летний сын. Именно он вызвал бригаду скорой помощи. Кровеносный сосуд, который несколько лет отзывался головной болью, порвался. И произошло кровоизлияние в мозг. У меня клипсированная голова. У меня было кровоизлияние в 2007 году. Мне делали трепанацию черепа, заклипсировали венку, аневризмом не было кровоизлияния в мозг. После операции время на переосмысление жизни, подъем с постели и легкие пробежки в городском бару. Теперь Елена Шелепова признается, она любит жизнь в любых ее проявлениях и готова обучаться всему новому. И когда Андрюха меня вез домой, было слякотно, было грязно. И я в окно смотрела, и я всему радовалась. Грязному снегу, грязным машинам. Я счастливее. На тот момент никогда не была в этой жизни. Как Елена Шелепова пришла в пауэрлифтинг? И кто помог сделать ее первый жим штанге? Подробности завтра в итоговой программе «Весь спорт» в 21.10 на ОТВ. На сегодня это все. Далее происшествия. Елизавета Болдырева расскажет, как в верхнем уфалее задержали криминальную троицу. По словам полицейских, мужчины якобы вытащили из салона сотовой связи 20 мобильных телефонов. Не переключайтесь. КОНЕЦ